Я благодарю вас, господин председатель. Мы признательны членам Совета за единогласное принятие внесённого Российской Федерацией проекта резолюции в поддержку договорённостей по урегулированию украинского кризиса, достигнутых в Минске 12 февраля. События, разворачивавшиеся за год конфликта на территории этой страны, поистине трагичны. Погибли тысячи людей, многие города и сёла на востоке Украины практически разрушены. Зону противостояния покинуло более миллиона гражданских лиц, подавляющее большинство из которых нашли приют на территории России. Уверены, что сейчас, после предпринятых 12 февраля в Минске беспрецедентных дипломатических усилий высшего руководства России, Франции, Германии и Украины, имеется реальная возможность для того, чтобы Украина начала переворачивать эту драматическую страницу своей истории. Подтверждаем свою высокую оценку, принятому 12 февраля, комплексу мер по выполнению Минских соглашений и декларации четырёх руководителей. Мы в полной мере готовы содействовать выполнению достигнутых договорённостей. Минские соглашения должны полностью выполняться всеми сторонами. Необходимо избегать принятия односторонних мер, противоречащих букве и духу документов, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года. Россия с самого начала кризиса последовательно призывала к мирному урегулированию через инклюзивный и транспарентный диалог между сторонами внутриукраинского конфликта, делала всё возможное для того, чтобы между ними был налажен открытый разговор по фундаментальным политическим и конституционным вопросам. Будем придерживаться этого принципа принципиального подхода и впредь. Я благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель.